Мидиагумулугу, Турция, призыв азербайджанского миллиардера к туркам Фуат Сефиров Мидиагумулугу, Турция 16 июня 2019 года Один из самых богатых людей России, партнер известного киноактера Роберта Денира Роберт Денира, владелец многих люксовых объектов и ресторанов, а также банка и самого роскошного торгово-выставочного центра Москвы У Араса Агаларова, родившегося в Баку в 1955 году, интересная история успеха о восхождении на вершину с нуля Получив диплом инженера, он сначала работал какое-то время в научно-исследовательском институте в родном Азербайджане Затем, в структуре коммунистической партии, занимался профсоюзной деятельностью А почувствовав запах перемен в последние годы существования Советского Союза Агаларов приехал в Москву и еще в 1991 году открыл первый в стране магазин эксклюзивной обуви В наши дни бизнесмен владеет состоянием в размере около 2 миллиардов долларов и занимает 804 строчку в списке самых богатых людей мира Он говорит, что деньги для него являются лишь средством для притворения в жизнь своих идей Будто в подтверждение этой точки зрения Агаларов не жалеет своего капитала на то, чтобы его сын Эмин, известный певец, на фотографии в источнике слева от Трампа, стал мировой звездой Известный предприниматель, которому удавалось оставаться на ногах во времена экономических кризисов в России, является партнером японского ресторана Денира в Москве под названием Нобу Нобу, а также владельцем трех люксовых ресторанов, престижных помещений и розничных сетей Кроме того, в прошлом месяце принадлежащий бизнесмену комплекс Крокус Сити, Чрочус Читы, стал местом проведения концерта Таркана, Таркан С владельцем Крокус Групп, Чрочус Грауп, Агаларовым мы побеседовали в Москве о турецко-российских экономических отношениях Фуат Сиферов, по вашему мнению, нынешний уровень отношений удовлетворительен? Арас Агаларов, между Турцией и Россией существуют крепкие торгово-экономические отношения Насколько мне известно, двусторонний товарооборот продолжает расти Но я думаю, что турецким компаниям нужно быть активнее в России Пока турецкие фирмы не могут использовать весь потенциал на российском рынке Хотя этот потенциал очень большой Лидеры России и Турции поставили цель Увеличить годовой объем двустороннего товарооборота до 100 миллиардов долларов Что нужно делать для достижения этой цели? Сегодня Российская Федерация стремится наращивать отечественное производство Да, мы знаем, что на все товары, включая турецкие, установлены высокие таможенные пошлины В этой связи нам нужно создать такой механизм Который позволит оптимизировать эти таможенные пошлины Конечно, в правовых рамках Например, турецкие технологии, которые используются в сельскохозяйственной сфере Можно применять при производстве в России Можно создать завод Россия сегодня делает очень серьезные шаги на пути к локализации производства на своей территории Поэтому можно привозить вспомогательное оборудование из Турции и осуществлять производство на заводе здесь В этой ситуации таможенные пошлины и затраты будут низкими Благодаря такого рода инвестициям мы сможем увеличить двусторонний товарооборот Это один из методов Например, можно также осуществлять текстильное производство Привозить материалы из Турции и производить продукцию здесь Таким образом, используя множество методов, мы можем увеличить объем торговли между двумя странами в рамках наращивания отечественного производства в России В каких еще проектах в России турецкий бизнес может принять участие? Сегодня торговая конкуренция между странами еще более усилилась Например, с Китаем очень трудно конкурировать в сфере микротехнологий Но у Турции более высокий потенциал с точки зрения продуктов питания и товаров народного потребления Турция может более плодотворно сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере Например, на юге России, в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях Можно открыть совместные предприятия при использовании турецких технологий Есть очень плодородные земли Хочу привести один пример из истории В годы войны немецкие нацисты на поездах вывозили в Германию почву из Воронежской области Качество воронежского чернозема известно во всем мире Хорошо бы в Воронежской области открыть тепличные предприятия с применением турецких технологий Нам следует воспользоваться опытом Турции в сельскохозяйственной сфере Затем мы сможем продавать эти сельскохозяйственные продукты как в пределах России, так и за рубежом Как вы считаете, турецкая и российская экономики начинают дополнять друг друга Россия перешла к капиталистической системе только 30 лет назад Турция же имеет укоренившуюся экономическую систему Например, строительная, сельскохозяйственная, торговая отрасли Турции Повторю, если сегодня турецкие фирмы будут активнее на российском рынке То в таком случае они добьются серьезных успехов К примеру, турецкие строительные фирмы, которых мы знаем с 1990-х годов Сегодня на нашем рынке отошли немного назад Россия может сотрудничать с Турцией в таких отраслях Которые у нее само еще не развиты Но хорошо развиты в Турции Что вы посоветуете турецким предпринимателям Которые хотят вкладывать инвестиции в России Я всегда говорю, нужно привлекать больше потенциальных клиентов И проводить выставки, чтобы быть заметными на рынке Например, на нашей площадке Крокус Экспо Мы можем организовать турецкую национальную бизнес-выставку Здесь могут быть представлены разные виды турецкой продукции Включая технологии Технологии тоже продаются Появятся и желающие открыть совместные предприятия Каждая выставка предполагает контакты общения со многими компаниями Например, тепличное производство, рыбный промысел В Турции есть такие развитые отрасли, но они еще мало известны в России Мы можем проводить такого рода выставочные мероприятия Они привлекут интерес большого количества российских фирм в информационном плане Серьезный прогресс может быть достигнут в вопросе создания совместных предприятий Или продажи технологических продуктов Я предлагаю организовать турецкую национальную бизнес-выставку Имея в виду продолжительную выставку на протяжении недели Конечно, такое мероприятие нужно планировать за год Для этого нужно создать совместную рабочую группу Подготовить необходимый совместный стратегический план Посольство Турции в Москве Представительство главного торгового советника тоже должны подключиться Мы готовы и даже в ближайшие дни планируем провести переговоры с турецкой стороной по этому вопросу Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ И не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует...